Привет, ребята. Я хотел поделиться с вами некоторыми фото из моей недавней поездки в Украину прошлым летом. Я провел там семьёй около шести недель. Многие из вас, ребята, знают, что с 2001 года я был там примерно раз десять. Я женился на украинке. Мой сын родился в Украине. Я жил там полтора года, пока управлял одной некоммерческой организацией. Если в какой-то год мы не едем в Украину, мы привозим её к нам, то есть семью моей жены, которая состоит из её сестры и её сыновей. Нас навещала даже бабушка. Мы очень близки с этой семьёй. На самом деле там живёт где-то двадцать семей, с которыми мы постоянно поддерживаем связь. И на этом фото я хочу сейчас сфокусировать внимание. На нём я отлично провожу время с моими девочками в так называемой львовской кофейне-шоколаднице. Это очень популярная сеть кафе. Они готовят отличный горячий шоколад, десерты и блюда. Мне нравилось приводить туда своих детей. Можете себе представить моё удивление, когда несколько дней назад я увидел, как в этом видео ракета попадает в здание, в котором я провёл так много прекрасных свиданий с женой. Оно находится всего в нескольких кварталах от того места, где живёт моя семья, где выросла моя жена и где жил я в течение полутора лет. Вы сейчас этого не видите, но прямо здесь, в нижней части картинки, находится Новус Кафе Песто, отличный маленький кофешоп. Прямо здесь, на цокольном этаже этого здания. Я понимаю, что это здание, возможно, снесут. К счастью, никто не погиб при этом ракетном ударе. Но это одно из ужасных событий, которые, как и многие из вас знают, происходят сейчас в Украине. Знаете, ребята, много недель мы говорили семье жены, уезжайте из Украины, мы купим вам билеты. Просто приезжайте на какое-то время в гости, кто знает, что может произойти. Но знаете, они хотят оставаться там, там, где их дом, там, где сосредоточена их жизнь. Никто не ожидал, что такое может произойти. И меня так расстраивает, что я сижу здесь, в комфорте, в Висконсине, в доме, в котором есть электричество, которое отапливается. У нас много еды, скажем так, я готов ко многим ситуациям. Но меня так расстраивает, что люди, которых ты любишь, люди, о которых ты заботишься, люди, с которыми любишь проводить время, которых, знаешь, более 20 лет, внезапно оказываются в ситуации, в которой лично я могу сделать очень мало, чтобы им помочь. Сегодня я собираюсь поделиться с вами тем, что мы делаем как семья, чтобы поддерживать какой-то уровень здравомыслия в это ужасное время. Ведь нам просто необходимо чувствовать, что мы хоть что-то делаем, даже если мы можем сделать очень мало. И если у вас есть какие-то советы, я знаю, многие из вас, ребята, прошли через непростые ситуации, я бы хотел, чтобы вы оставили комментарии, что бы вы предложили сделать людям, которые чувствуют себя беспомощными, когда им кажется, что они должны что-то сделать, при том, что они совершенно бессильны сделать что-то значимое. Итак, первое, что мы делаем, мы даже не догадывались, что это важно, и не осознавали, что мы этим занимаемся. Мы объясняем людям, что сейчас происходит в Украине. Очень многие люди здесь не понимают, в чем разница между Украиной и Россией. Они даже не знают о существовании Белоруссии, что это вообще такое. Так что каждый раз, когда мы с кем-то разговариваем, мы стараемся подготовить почву и дать людям немного справочной информации о том, что вызвало этот конфликт, почему происходят эти события, кто принимает в этом участие, и каковы последние события. Вообще, то, о чем другие не знают, я воспринимаю как само собой разумеющееся, потому что я изучал историю, путешествовал, женат на украинке, с семьей общаемся на эти темы. Но у большинства людей нет этого бэкграунда, и я понял, что большинству американцев на это плевать. Для них это просто очередной конфликт в другой стране. Европейцы находятся гораздо ближе. Вы можете видеть, как они выходят с маршами протеста. При этом так много друзей пытаются с ними связаться. Столько народа из вас, ребята, мне написали по имейл, послали сообщения с вопросами. Антонио, мы знаем, что у тебя семья родом из Украины. Можем ли мы чем-то помочь? Мы надеемся, что они здоровы. И мы поняли, что вот он шанс для нас, чтобы объяснить, что происходит, почему это важно, и рассказать какие-то детали. Так что внезапно мы оказались в положении более образованных. Немного утомительно постоянно говорить об одном и том же раз за разом. Хотя я понимаю, что кому-то необходимо разобраться и по-настоящему понять, почему это важно в контексте мира, демократии и людей, которые хотят выбирать свою судьбу и судьбу своей страны. Что касается этого последнего пункта, все, кто связался с нами, с вопросами, что я могу сделать, как я могу помочь, что я могу сделать, чтобы помочь людям в Украине. Что ж, сейчас все меняется. Есть организации, например, Украинский Красный Крест. Есть некоторые другие. Я видел недавно их на Фейсбуке. Должен признать, что не проявил в этом вопросе должного внимания, так что не могу порекомендовать ничего конкретного. Однако я рассматриваю возможность осуществить сбор средств. Я подумываю над тем, чтобы установить определенную сумму на некоторые уникальные украинские медали, и все эти деньги, все доходы от продаж будут совершенно открыты для всех. Если вы хотите пожертвовать средства, вы хотите убедиться, что 100% денег, которые вы отдаете, получают украинцы. Когда мы разговариваем с моими друзьями, моей семьей в Украине, они рассказывают мне о колоссальной миграции. Знаете, в этой стране 40 миллионов человек, и они пересекают страну размером с Техас, и направляются в одну часть страны, и при том, что многие хотят остаться в Украине, всем людям просто не хватает места. Многие оказываются в положении беженцев во Львове. Многие остались без одежды, многие оставили все нажитое в Киеве, многие бегут в Польшу. Я с большой симпатией отношусь к тем странам, которые открыли свои границы для беженцев без лишних вопросов. Есть поезда, которые не берут плату с людей в власть и приветствуют украинцев без документов. Для украинцев это нечто неслыханное. И знаете, я думаю, что то, что мы наблюдаем подобное, в этом столько доброй воли. Я буду продолжать эту тему с другими видео, если вы, ребята, хотите обратиться ко мне. Может, вы знаете какую-то достойную организацию, насчет которой вы уверены, что 100% ваших пожертвований доходит до адресата. А что, если вы не можете пожертвовать деньги? Что ж, существует множество вещей, которые вы можете сделать. У меня есть друзья, которые сегодня в Чикаго вышли с протестом. Они хотят, чтобы их голоса были услышаны. У меня есть другие знакомые, они пишут их конгрессмену, они пишут сенаторам. Здесь в США около 6-4 миллиарда долларов, которые выделены правительством. Президент уже заявил, что половина из этой суммы пойдет на гуманитарную помощь, другая половина в основном пойдет на военную помощь Украине, чтобы украинцы могли лучше защищаться. Вы можете быть тем, о ком я говорю. Может быть, всего лишь один ваш голос покажет, что многим не все равно, что происходит сейчас в мире. Следующее, что я делаю, я пытаюсь удержать свою жену от нервного срыва столько раз в день. Я просто выслушиваю ее. Я постоянно пишу ей смс. Я звоню ей постоянно, каждый день. На днях мы планировали пойти на пьесу. Мы с женой и сыном. Я убедился, что у нее на это было время. Я пытался отвлечь ее от этой ситуации, чтобы она в течение нескольких часов отвлеклась от происходящего с нашим старшим сыном. Ему 17, ему нравятся спектакли и пьесы. Я хочу сказать, что я пытаюсь найти способ отвлечь жену. Я пытаюсь больше готовить. Я пытаюсь придумать блюда и попросил помощи у детей. Эй, ребята, ваша мама сейчас очень нуждается в вашей помощи. Обычно моя жена делает множество вещей, но сейчас я прошу всех внести свой вклад, чтобы мы могли как-то разделить то давление, знаете, которое мы все ощущаем, чтобы мы могли, знаете, как-то облегчить ее состояние, а чтобы дети это понимали, что нужно маме помочь. Что касается давления, готов признать, что на мою долю выпало много давления за последнее время. Я недостаточно много времени уделял спорту, недостаточно тренировался в зале. Я пытаюсь выбираться на прогулки. Сегодня, во второй половине дня, я собираюсь на тренировку. Я стараюсь есть побольше здоровой еды, я стараюсь высыпаться. У меня много друзей, очень близких друзей, которые звонят мне. Мы разговариваем с ними. И хотя мы не можем ничего решить, все равно эти разговоры, когда вы проходите через ситуации, подобные этой, думаю, что возможность выложить все другому человеку и просто сопереживать, возможность разделить тяжкую ношу очень важна. Хотя я и чувствую себя плохо из-за того, что мои друзья расстраиваются из-за меня. Но это не означает, что я злоупотребляю этим. Мне очень приятно на самом деле, что так много друзей просто протягивают мне руку и хотят помочь. Многие из них были в Украине. Они были в этих домах, знают, где находился Новус. Они понимают, что это за место, куда попала ракета. Мой хороший приятель Райан Мастерс как раз постоянно ел там, когда я привез его в Украину несколько лет назад. Он постоянно заказывал курицу, пару салатов, чтобы получать достаточное количество белка. Мне есть с кем поговорить, и знаете, я стараюсь не терять активность и пытаюсь поддерживать регулярный распорядок дня. Я продолжаю работать над моим проектом, строить планы. Кстати сказать, если вы еще не были на наших страничках в соцсетях, вы увидите, что мы будем очень четко излагать, кого мы поддерживаем, и что думаем по поводу всего этого. Вот так, ребята. Повторюсь, если у вас есть что добавить, я бы хотел почитать ваши комментарии под видео. Я знаю, что многие из вас прошли через большие трудности, и я всегда буду очень рад совету от вас. В этом месте я обычно советую вам посмотреть очередное видео, но в этот раз все будет немного по-другому. Завтра утром в этом же месте, в это же время, я загружу особое видео, которое я посвящаю Украине, в котором я буду говорить о лидерстве в действии. Если вы не видели по ТВ украинского президента, мы получим мастер-класс о том, как управлять страной в военное время. Если вы не знаете, кто такой Зеленский, обязательно посмотрите. Я более чем впечатлен его действиями на прошлой неделе, и чем больше вы узнаете этого парня, тем больше понимаете. Ого, да он неожиданно оказывается настоящим лидером. Таково мое мнение, и мнение всех украинцев, с которыми я говорил. Он делает все правильно, они им очень гордятся. Так что завтра я расскажу вам по-настоящему крутую историю. Субтитры создавал DimaTorzok